Здравствуйте, дорогие мои тельцы! Это ваш астрологический прогноз на июль 2023 года. Ретроградная Венера и многие другие события ждут вас в ближайшем будущем. Давайте скорее перейдем к прогнозу. Ну а прежде всего, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного! 3 июля полнолуние в вашем девятом доме. Как известно, полнолуние – это пик определенных событий. В это время мы более эмоциональны, обеспокоены чем-то. Либо, наоборот, к нам приходит приток сил, чтобы решить какие-то проблемы или прийти к какому-то заключению. А девятый дом – это высшее образование. Возможно, вы наконец-то решите, куда стоит идти и поступать. Либо, наоборот, передумаете и поступите в следующем году. Также все, что связано с курсами повышения квалификации, вы можете задуматься об этом. Либо вы захотите вложить деньги в себя и в какие-то знания. Также девятый дом – это суды и юридические дела. В полнолуние возможно принятие быстрых решений, основываясь на эмоциях. Возможно, вы захотите развестись со своим партнером, потому что вас будет что-то беспокоить и невозможно будет решить ситуацию. Либо, наоборот, будет прогресс, сдвинется какой-то застой. Вы получите нужные документы или выиграете в суде алименты или все, что с этим связано. Также девятый дом – это расширение, расширение нашего кругозора. Мы поймем, что мы можем больше, чем могли когда-то, что мы достойны большего, что мы можем исполнить все свои желания в жизни. А также девятый дом – это далекие поездки. Возможно, решение об эмиграции или переезде вас настигнет в это время. Либо вы поймете, что да, пора, пора собирать вещи, пора переезжать, пора двигаться дальше. 11 июля Марс входит в ваш пятый дом. Марс – это желание, это действие, это прямо здесь и сейчас. Иногда сломя голову что-то мы делаем. Ну а пятый дом – это любовь, это свидание, это романтика. Может быть, вас кто-то позовет на свидание, и вы решитесь, что да, пора. Либо вы примете решение, что нужно выходить из дома, из своей зоны комфорта и встречаться с людьми все чаще и чаще. Вы захотите больше общения, вы захотите больше знакомств. Для свободных телецов это хорошее время, чтобы найти своего партнера или человека, который будет вас в будущем поддерживать и понимать. Также Марс и облицетворяет защиту. Может вы, наоборот, перестанете с кем-то общаться или перестанете с кем-то знакомиться. От усталости, от того, что много слишком разочарований, возможно, в прошлых отношениях. И вы, возможно, не хотите строить что-то в долгосрочной перспективе. Также Марс – это то, что связано со спортом. Может быть, какие-то соревнования в будущем, и вы уже к ним готовитесь. Или вы получите какую-то заявку для участия в каких-то соревнованиях или в каких-то конкурсах. И вы примете решение, что да, я буду, я хочу. Ну и пятый дом – это, конечно, дети. Возможно, вы захотите завести ребенка или родите ребенка к этому времени. Ну или кто-то из ваших родственников будет намекать вам на эту тему. Ну или кто-то из родственников или друзей обзаведется новым членом семьи. 12 июля в Меркурий входит ваш четвертый дом. Меркурий – это общение, это коммуникации, это звонки, это переговоры. Все, что касается непосредственно общения с людьми. Ну а четвертый дом – это семья, родители. Возможно, вы позвоните своим близким, которых давно не видели. Или захотите посетить свой дом, своих родственников, узнать, как у них дела. Или они вам позвонят, чтобы узнать, как у вас дела, позовут в гости. Хорошие новости также могут прийти к вам на тему поездок. Может быть, вам одобрят отпуск. Может быть, вы поймете, что да, действительно, все, я еду. Я еду отдыхать. Либо, наоборот, вы придете из отпуска, и много информации, много новостей будет вас встречать и на работе, и дома, и в личной жизни. Все, что касается недвижимости, это тоже четвертый дом. Возможно, вы переедете на новое место жительства, или задумаетесь о том, что пора менять квартиру, или пора менять район, ближе быть к работе. Или вы решите продать свою недвижимость и переехать в другую страну. Все, что связано со средствами передвижения, Меркурий, может быть, вы задумаетесь, что пора купить новый автомобиль. Или временно пересесть на общественный транспорт. Или приобрести подарок в качестве транспортного средства для близких людей. В этот период, возможно, и получение документов, которые вы давно ждете. Все, что касается с водительскими правами, может быть, вы обучались, и вы ждете, когда вы их получите, и вот они должны прийти. Все, что касается также и каких-то справок из медучреждений или из учреждений образовательного характера. 17 июля. Новолуние в вашем третьем доме. В Новолунии мы чувствуем себя уставшими, мы ленимся, не хотим что-то делать, не хотим выполнять свои обязанности, может накатить какая-то даже апатия. У нас мало сил, чтобы что-то сделать, предпринять. И Новолуния будет в третьем доме, в доме обучения. Может быть, вы устанете сдавать экзамены, и вот нужно будет вот еще чуть-чуть, вот прям еще немного подготовиться. Либо вы поймете, что нет, я больше не хочу учиться, или я больше не хочу получать эту профессию, или я устал постоянно думать об обучении или повышении квалификации. Также третий дом – это командировки. Может быть, вы устанете от постоянных разъездов, или вы поймете, что все, стоп, я больше не хочу этим заниматься. Также какие-то договора, контракты, все встанет на какой-то неопределенный срок. Может быть, остановка будет в подписании важных бумаг. Новолуния – это время для подумать. Вы захотите, чтобы вас никто не трогал, распределить все свои планы, расставить приоритеты и в плане работы, и в плане вообще будущих ваших целей. 23 июля планета Венера разворачивается в свое ретроградное движение в вашем четвертом доме. Планета Венера отвечает за отношения, за любовь, за красоту, за наш комфорт и, конечно же, за деньги. Когда Венера разворачивается в ретроградное движение, она может привносить в нашу жизнь хаос, неразбериху, затяжные какие-то моменты. То есть, то, что мы хотели решить здесь и сейчас, немного затянется. Венера разворачивается в вашем четвертом доме, который отвечает за семью и за родителей. Возможно, вам захотят перечислить какую-то сумму денег ваши близкие, либо вы захотите как-то финансово помочь, но здесь нужно быть аккуратнее, чтобы не остаться самому без денег, ну и не оставить своих близких без финансовой подушки. Все, что касается отношений, свиданий, будьте начеку, старайтесь новых людей не близко к себе подпускать, иначе потом вас будут ждать разочарования. Венера все-таки разворачивается и может привнести свои сюрпризы. Все, что касается недвижимости, также и переездов, может быть, вам не понравится квартира, которую вы будете смотреть или выбирать, может быть, ремонт, который вы затеяли, затянется на более долгий срок, либо придется напрягать каких-то определенных людей, чтобы успеть в срок сдать какой-то проект. И все, что касается внешности, красоты, каких-то инъекций, каких-то перемен в имидже, здесь лучше тоже немного остановиться, не делать в ретроградную Венеру никаких нововведений для своей внешности, иначе потом вырастает вероятность, что вам не понравится итог. 24 июля. Солнце входит в этот же четвертый дом. Солнце – это вы, это ваша энергия, творческое начало. Возможно, вы захотите все-таки встретиться с близкими, возможно, вам будут звонить, вы будете нарасхват, люди захотят вашего внимания, чтобы вы участвовали в их жизни. Вырастает популярность, вы можете создать свой блог, или, возможно, если у вас есть какой-то онлайн бизнес, здесь тоже вы получите новых клиентов. Все, что касается госучреждений, это тоже солнце, и здесь, касательно вашего четвертого дома, переездов или нового места жительства, недвижимости, возможно, вы получите те документы, которые ждете, или будете подписывать договор, или придется посетить какие-то государственные инстанции, чтобы получить важную бумагу. Ну, а также солнце отвечает за осознанные решения. Помните, что Венера, ретроградная, тоже в четвертом доме. Важно слушать себя, свое сердце, чего вы хотите, к чему вы стремитесь, помнить об этом, но стараться никому об этом не говорить. И под конец месяца, 29 июля, Меркурий входит в ваш пятый дом. Меркурий – планета общения, коммуникации, а пятый дом – это романы и свидания. Под конец месяца, возможно, новые бурные встречи, возможно, легкая влюбленность. Может быть, вы, наконец-то, если вы одиноки, встретите человека, с которым вам будет хорошо и комфортно. Либо ваши дети отправятся в лагерь, или в какие-то поездки вместе с вами, например, в отпуск. Также пятый дом – это самореализация. Возможно, вы будете искать людей, которые вас понимают в вашем деле, в вашем хобби. Возможно, какие-то новые, новое сотрудничество вас ожидает. Вы будете искать много интересной информации в интернете. Какие-то новости могут прийти касательно вашей реализации, вашего творчества. Все, что касается бизнеса, вы можете съездить на какие-то конференции, или, наоборот, получить информацию, которая поможет вам развиваться. В этом плане успех и слава – тоже пятый дом. Возможно, вы отправитесь на какие-то выступления, или будете участником какого-то выступления, как зритель или как оратор. И также еще все, что касается также бизнеса, если у вас торговля, к примеру, то у вас придут новые клиенты. Будьте на чеку, будьте готовы к этому. Все, что касается движения – это тоже Меркурий. Может быть, вы наконец-то определитесь, что да, мне пора заканчивать с этим и начинать новое дело. Или решите начать какой-то новый проект, где вы можете себя показать и реализовать как профессионалы. О вас могут вспомнить бывшие коллеги или знакомые, позвонить вам, пообщаться с вами. В общем, июль у вас будет достаточно разнообразен на общение, на встречи, на коммуникации. Будьте к этому готовы, дорогие мои тельцы. Это был гороскоп на июль месяц 2023 года для знака Зодиака Телец. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Впереди нас ждет слишком много интересного, и это точно нельзя пропустить. А вам, дорогие мои тельцы, я желаю успехов во всех начинаниях. Любите, будьте любимы, не забывайте про себя, про своих любимых и близких людей. Ну и, конечно, заботьтесь о своем здоровье. Спасибо большое за внимание. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok